Так, а следующая лекция у нас от Александра Малова. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Российского государственного архива древних актов и один из ведущих специалистов по эпохе 17 века расскажет нам, как же Россия выкрутилась из смутного времени. Это важный вопрос. Александр, прошу. Спасибо. Секундочку, сейчас технический вопрос решим. Я построил свою лекцию, или доклад, выступление, скорее как презентацию с комментарием. В этом году исполняется 400 лет со дня подписания Диулинского перемирия, которое формально завершило смуту, по крайней мере, основные военные события смуты, смутного времени в России. Но поскольку год совпадает с юбилеем Гражданской войны, то, в общем-то говоря, события Гражданской войны 20 века, другой смуты, они, конечно, заслонили с собой Диулинское перемирие, и это, конечно, немножко досадно. Мы попытаемся немножко поправить эту ситуацию. Надо сказать, что это оригинал грамоты противеня. Собственно, это единственный сохранившийся оригинал, который дошел до нас. Их было два, потому что нужно объяснить, что такое противень. И, наверное, большинство, вряд ли, наверное, это знает из присутствующих. Дело в том, что практически до вечного мира, между вначале Великим Княжеством Литовским, а потом и Речью Посполитой, с одной стороны, и Московским государством, с другой, существовали непримиримые противоречия, которые не позволяли разрешить все спорные вопросы к обоюдному согласию. И тогда был найден выход следующий, когда каждая страна писала свою грамоту, писала так, как находила нужным и возможным. Это касалось в том числе титулатуры, некоторых территориальных притязаний обоих государств. И, в общем-то говоря, эти две грамоты всегда, они назывались противенями, противень литовский, противень московский. Обе грамоты писались на кириллице, поскольку все дипломатические отношения с московским государством и Речь Посполитая даже после объединения вела через канцелярию Великого Княжества Литовского, где государственным языком был западно-русский или белорусское письмо, как его называли у нас, или русское письмо, как называли в Речи Посполитой. Вот. Сохранился тот противень, который подписали непосредственно в Диулина великие послы, в данном случае с литовской стороны, все шесть участников официальных полномочных польско-литовской делегации. Но дело в том, что должен был сохраниться не этот в идеале вариант, потому что после подписания полномочными дипломатами документов должен был быть проведен посольский обмен. То есть из Москвы должно было поехать в Великое посольство к королю, где этот противень, литовский противень, за подписью и печатями полномочных послов, должен был быть скопирован и уже подписан королем и заверен печатями сейма Речи Посполитой и, соответственно, короля. Но в силу того, и мы в дальнейшем увидим это в презентации, как складывались отношения между двумя государствами, этого не произошло. Поскольку оба государства, в общем-то, рассматривали это именно как перемирие, как отложенную войну, которая возобновилась в 1632 году, а могла возобновиться и раньше. И, в общем-то, это фактически чудо, что этого не произошло. С одной стороны, московская держава не могла допустить, чтобы такое количество земель ушло на Запад, потому что были утрачены завоевания очень многих правлений, великих князей московских. И, начиная войну за Смоленск в 1932 году, правительство так и писало в своих грамотах города, которые уступлены на время. Надо сказать, что в геополитическом плане это, конечно, было столкновение двух государств. И это был средний раунд. Во время Ливонской войны мы впервые столкнулись с Речью Посполитой. Ну, так, вначале с Великим княжеством Литовским, которое потерпело военное поражение, столкновение с Россией, с московским государством. Но после объединения с Речью Посполитой и, в общем-то говоря, после того, как Стефан Баторий провел реформу вооруженных сил в Речи Посполитой, Россия потерпела убедительное военное поражение на полях сражений. Тоже повторилось. Смутное время. И третий раунд, Смоленская война в 30-х годах. Хотя победа уже не была столь решительной и безоговорочной. Это было время, когда наши западные соседи превосходили нас по усилий, по мощи, по численности населения, по развитости инфраструктуры, по экономическому развитию, по свободному, неограниченному доступу к рынку военных профессионалов в Европе, которыми они, несомненно, пользовались. И, в общем-то говоря, вели и переговоры с нами велись с позиции силы. И только после того, как были преодолены последствия смутного времени, и правительством, и обществом были сделаны правильные выводы, была проведена существенная перестройка всей военной безопасности страны. Было создано новое войско. Была воздвигнута белгородская черта, которая прикрыла южный фланг московского государства. Россия смогла в этой ситуации одержать решительную победу, которая закончилась вначале Андрусовским перемирием, а потом и Вечным миром, который стал фактически признанием Речи Посполитой того, что гегемоном Восточной Европы отныне является Московское государство или Всевеликое Российское царствие, как уже в Диулинских документах писали московские дипломатические представители полномочные. Мы же говорим сегодня о Диулинских грамотах. Разумеется, тексты сохранились. В Москве были скопированы все оба противня, сразу же было сделано три копии, они были внесены в посольские книги, поэтому тексты хорошо известны. Даже в Речи Посполитой в целом с текстами несколько хуже, но тексты тоже в целом по большей части сохранились. Я здесь напоминаю основные события похода Королевича Владислава, потому что, надо сказать, что решение было принято еще за год до начала экспедиции, в 1616 году было выделено финансирование, и только благодаря, в общем-то, в том, не последнюю очередь, дипломатии Московского государства, которая из последних сил на последние средства казны послала невероятное количество поминков ханскому семейству и жалования государева к крымско-татарской элите. Это, в общем-то, в немалой степени способствовало тому, что хан Сардой вторгся на... Зачем, не хан, а колгас, старший сын хана, Сардой вторгся на территорию Речи Посполитой, и это вторжение фактически на год отсрочило поход Королевича Владислава и дало возможность России закончить, подписать, в частности, мир со Швецией при помощи, и при посредничестве, и при помощи англичан и голландцев. И после этого, в общем-то говоря, повысило шансы на успех. Надо сказать, что даже в этих условиях, как только стало известно о том, что Сеймом принято решение, запорожские казаки начали совершать нападения на южные города по черте. Несколько городов на юге было сожжено. Это один из важных документов 1610 года, согласно которому, в результате подписания которого был сведен с престола Василий Шуйский, а московский... Этот документ стал следствием этого... Это договор с Гетманом Жалкевским под Москвой, который в Речи Посполитой был назван присягой московских людей к королевичу Владиславу. Но вопрос об этом договоре ставился на Дюлинских переговорах, о возвращении его, но не был решен. Он поднимался на переговорах в 1634 году. По сути дела, если говорить о юридической стороне кончения смуты, то это только 1634 год, Полиновский вечный мир, когда правящая династия Речи Посполитой сняла претензии на московский престол. Тогда дипломаты Речи Посполитой сказали, что этот документ утерян, утрачен, и он не существует. Оригинала мы действительно не знаем, но в Речи Посполитой сохранились современные 17-го же века сделанные копии с этого текста. Это первый лист, конечно же. Дело в том, что, если напомнить основные события, которые сопровождали этот документ, и самое главное, отклики в 1618 году, о которых мы говорим сегодня, потому что это было одно из главных требований, что вот присяга, и вы все присягнули королевичу Владиславу, почему вы отказываетесь его принимать на московский престол, это то, что тот вопрос, с которого начиналась любая дипломатическая дискуссия, что под Смоленском в 1615-16 году, что уже под Москвой в 1618. Вопрос в том, что с Гетманом Жалкевским был подписан договор на определенных условиях под Москвой, когда же Великое посольство, включая митрополита Ростовско-Вярославского Филарета, будущего патриарха Филарета Никитича, и князья Василия Васильевича Голицына, одного из наиболее ярких и выливых членов Боярской думы по настоянию Гетмана Жалкевского, как наиболее активные политические и независимые политические лидеры, они были включены в состав Великого посольства и прибыли к королю под Смоленск, где им было предложено, они поставлены были в условие, что это в данном случае является не договор, а их присяга без условий на верность, что они не признали, кроме Михаила Салтыкова, который присягнул королю Сигизмунду и стал предателем. Так его именовали и московские документы, собственно говоря, Михаил Косалтыков. Этот документ, который в данном случае вы видите на экране, он публиковался в Речи Посполитой в межвоенный период Кадемиром Тышковским и публиковался на Украине вот не так давно, в конце 90-х, по-моему, в книге Петра Михаила И.С.А.С.а. Документ интересный и значимый, но вот последнее публикация оказалась, как вы, наверное, можете видеть, я бы обратил ваше внимание на отточие, которое вы видите. Почему отточие стало сейчас понятно? Вот, собственно говоря, изображение, с которого Петр Михайлович делал публикацию, хотя ему была известна публикация Кадемира Тышковского, которая более полна, но почему-то он воспользовался только микрофильмом, где текст уходит в корешок и не читается. Вот публикация Кадемира Тышковского. Это список городов, которые войска Гетмана Сагайдачного сожгло по пути под Москву, пройдя огнем и мечом по всей Южной России. Некоторые города не упоминаются, некоторые идентифицированы, некоторые были идентифицированы неверно. Вслед за Каземиром Тышковским, Петр Михайлович, например, город Романово-Городище идентифицировал как город Романов на Волге, который отстоит очень далеко, и даже отметил, что вот как далеко зашли отважные запорожцы, что, конечно, не соответствует действительности, потому что это был, конечно, боярский город Романово-Городище, на юге через который проходили основные силы Сагайдачного, и который как раз был ими сожжен. Один город в одном случае оставлен на место, в другом случае мы видим, что город, например, Любутск, это уже, можно сказать, угадывается, в другом случае совершенно неидентифицируемые матьев город, как один из коллег остроумно предположил, уже после конференции, когда мы обсуждали этот документ, говорит, так может быть, казак, который рассказывал, не мог вспомнить название, и сказал, мать его город, и поляк, который составляет записку, так и записал дословно. Записка составлена не очень грамотно, явно, что писец больше привык держать в руках саблю, чем перо, но, тем не менее, это было записано в лагере королевича Владислава под Москвой со слов «Запорожца». Ну, это вот, собственно, оригинал из Курмского замка. Вы можете видеть, что при хорошем качестве снимка все литеры вполне себе читаются. Здесь еще нужно отметить некоторые заблуждения в связи с этим походом. Почему для нас важны здесь лесовчики, так называемые. Долгое время в польской историографии считалось, что полк Чеплинского это и есть полк лесовчиков, и просто пан Чеплинский возглавил полк лесовчиков в период похода в Москву, в Москву, на Москву. Но документы показывают, что это не так, и поляки последние годы тоже это отследили. Документы, надо сказать, московские, они четко пишут дипломатические чеплинцы и лесовчики, полк Чеплинского и лесовчики. Действительно, они действовали зачастую вместе, и вполне возможно, что после гибели пан Чеплинский погиб как раз в конце этого похода во время одного из лихих набегов. Возможно, они и объединились, и слились. Действовали они перед этим вместе, но документы показывают, что все-таки это были разные подразделения. Япон и полк Чеплинского, или правильно, Чепинского даже, говорить, хотя сами поляки зачастую путают их. В общем-то говоря, это был лихой, малоподчиняющийся верховному командованию отряд. Дело в том, что после начала переговоров уже, когда все основные войска речи посполитой, собственно говоря, то, что историки называют регулярным войском, стояли на постуе и ждали конца переговоров, полк Чеплинского был отправлен в московские тылы пустошить, грабить и жечь. Если вы думаете, что это было обычной повседневной практикой того времени, это не совсем так. В дипломатических отношениях это считалось недопустимым, и это привело к протесту со стороны московских дипломатов. Но вернуть фактически полк Чеплинского и Лисовчиков командование речи посполитой практически уже не смогло. Стал вопрос после подписания мира о том, что польско-литовское и командование, и дипломаты должны не только уйти с так называемым регулярным войском, но вывести и все войска, которые они привели, включая запорожскую орду, войско запорожское с Гетманом Скоропадом, с Агайдачным во главе, и полк Чеплинского и Лисовчиков. Очень долго отказывались дипломаты польско-литовские, объясняя, что они просто не смогут физически этого сделать, поскольку не могут ими непосредственно командовать. В конце концов, все-таки они взяли на себя эти обязательства, но если уже в декабре войска Речи Посполитой начали марш на Запад, то Чеплинцы, Лисовчики и Запорожцы вышли из России где-то в феврале следующего года. Анжи Адаммаевский, польский историк, фиксирует появление их в пределах Речи Посполитой уже в начале марта 1619 года только. Ну, это грамота. Важнейшим моментом было среди вопросов, которые обсуждались на переговорах, помимо уже упоминавшихся территориальных претензий, титулатуры, с титулатурой тоже здесь очень интересный момент. Дело в том, что в этот период царский титул не признавался заправителями России, но при этом, при всем дипломаты Речи Посполитой говорили о царском титуле и о претензиях на царский трон королевича Владислава. Поскольку, поскольку, как только московская страна начинала говорить в отказе от царского титула, выплывался титул великого князя Московского. В конечной редакции требования московской страны были отказаться от претензий и титула государя Московского. Но, как мы можем проследить, Анжелий Адаммаевский попытался проследить какую-то логику найти в этом. И нашел, предположил, что и предположил, что после тяжелых переговоров и после того, как он подписал определенные кондиции с великими послами, с депутатами, когда Сейм поддержал его экспедицию на Москву на определенных условиях. В частности, он обязывался передать все те земли, которые, во-первых, отошли к Речи Посполитой по Диулинскому перемирию, но и сверх того, все северские города, все города и земли, и уезды пограничные вдоль границы. это не Вельсей, Бешкрасный, а на севере, дальше на юг это смоленская земля и смоленские города, включая Торопец, который, как вы знаете, не был передан. Здесь, с одной стороны, подстраховывались дипломаты, и то, что отчасти это помогло московской стране, дипломаты подстраховывались в том, что проект Сигизмунда III, для которого московский трон был трамплином, главной целью было овладение наследственным престолом Швеции, а Московия и Россия рассматривались исключительно как полуколониальная территория, на манер той, как относились к своим завоеваниям, португальские, испанские конквистадеры. Он, в общем-то говоря, не собирался быть полноценным государем России, но при этом претензии на престол предъявлял в том числе и сам. Мало того, что в Сенате Речи Посполитой была выдвинута концепция согласно средневековому юридическому династическому праву на престол, если были династические связи с прежними государями, а такие связи, разумеется, нашлись, то, соответственно, и при пресечении династии один из соседних государей мог предъявлять законные с точки зрения этого правосознания претензии на престол соседней державы, что, собственно говоря, и попытался после того, как московское посольство прибыло под Смоленск, Сигизмон Третий и осуществить. Постарался добиться присяги не на своего сына Владислава Жигимонтовича, нареченного царя московского, а на свое собственное имя. И те люди, которые пошли до конца, придерживаясь польской ориентации и ориентируясь на Сигизмунда Третьего, такие как боярин Михаил Салтыков, они притягали собственно Сигизмунду Третьему как своему государю. Почему? Значит, теперь мы подходим к тому, почему нельзя, не получилось, почему у нас остался вот этот самый литовский противень, почему мы не имеем заверенного сеймом и королем грамоты, подтверждающей этот перемирие, этот договор. Дело в том, что сразу после окончания подписания перемирия, подписания грамоты, война не возобновилась только по одной простой причине, что обе стороны, оба государства физически оказались не способны навести войну по разным причинам. Речь Посполитая, потому что у нее намечалась война на севере и началась война на юге с Турции и воевать еще на три фронта даже для нее, хотя в этот период она была военным, можно сказать, доминантом в Восточной Европе, военно-политическим гегемоном. Это период расцвета Речи Посполитой, Золотой век, как называют, даже это не термин и стереография, это термин собственно современника в той эпохе, который назвали этот период от Стефана Батория до смерти Владислава Четвертого Вазы с Золотым веком Речи Посполитой. С другой стороны, в России как бы не были сильны настроения взять реванш, вернуть земли, тем не менее, разбор 130-го года, 121-22-го, наглядно показал, что силы и возможности государства сильно подорваны. Страна обезлюдила просто исследование по некоторым уездам показывает убыль служиловых сословий просто катастрофическую. В качестве примера я могу привести Псковскую служилую корпорацию, которая известна сенсыск служилых городов после зашествия на престол Михаила Федоровича. То есть основные события смуты уже были позади. Уже были позади основные события смутного времени в начале 1614 года. И поименный состав, исследование поименного состава сравнение с разбором 1621-1622 года показало, что каждый третий Пскович, псковский дворянин и сын Боярский не дожил с 1614 до 1621-1622 года. Каждый третий только за этот период, не считая предшествующих кровавых событий смуты. И даже если численный состав в какой-то степени удалось восстановить, то для дальней конной полковой службы в общем-то говоря, найти, забрать можно было только небольшой отряд. И события похода королевича Владислава тоже являются здесь наглядным свидетельством всего этого дела. В данном случае карта, которую вы видите, это северный участок, так называемый Вележские Волости. Это был тоже один из камней преткновения во время переговоров, потому что один из великих послов, Александр Корнингансевский, бывший, кстати говоря, командир гарнизона Кремля, он заложил тоже, закладывал свою мину замедленного действия под договор, создавая прецедент. Он подал претензию о прохождении границ, проводя ее с захватом больших территорий. Дело в том, что города, которые передавались Речи Посполитой, они передавались с уездами. Границами становились границы между уездами. Диверсия Гансевского заключалась в том, что он, найдя некоторые упоминания в грамотах о феодального предшествующего периода, когда еще существовали отдельные княжества, конфигурации и границы их менялись практически от поколения к поколению с каждым браком очередного наследника престола, когда земли переходили в качестве наследства из одного княжества в другое, как в калейдоскопе, можно было собрать из таких пазлов практически любую конфигурацию. Именно это Иба пытался сделать Гонсевский на переговорах и, собственно говоря, этот участок границы оставался неразмежеванным очень и очень долго. Фактически, размежевание границы по Полиновскому вечному миру, ну, я уже не буду говорить о том, что, конечно же, было сорвано размежевание границы Гонсевским в 1619 году, когда он приехал просто с отрядом, превышающим допустимое количество для межевого дела ратных людей на те территории, которые, в общем-то говоря, на которые он претендовал, но которые находились в составе московских уездов, оставшихся в составе российского государства, поэтому местные воеводы отказались иметь с ним дело, но и позднее уже по Полиновскому вечному миру следы вот этой диверсии Гонсевского они тянулись аж до 1648 года, когда окончательно были размежеваны последние участки, это фактически после Швеции вторая делимитация российских границ на западе и собственно говоря, связаны они были конечно с планами королевича Владислава в союзе с Россией, начать войну с крымским ханством и положить конец существованию крымского ханства но тем не менее я ушел немножко в сторону времени у нас зависит немного но это к сожалению вот этот участок был прорисован по данным Анжиадом Маевского если бы он сверил его с картой полковника польского генерального штаба Газишевского то он увидел что в общем-то граница прошла несколько иначе дело в том что лишь два участка были изменены и они были оговорены в Полиновском Вечном мире 1634 года во всех остальных случаях граница прошла по Дюлинскому перемирию здесь мы видим подписи участников Великого посольства с литовской стороны но это главный архив древних актов в Варшаве и почему значит заканчивая наше мое выступление почему все-таки не состоялась ратификация дело в том что пограничное размежевание подседание земель это было одним вопросом вторым вопросом был вопрос титулатуры когда требование чтобы русские воеводы российские воеводы пограничные не писали не упоминали имени государя и его титула в своих грамотах в своих документах привело в конечном счете к тому с польско-литовской стороны я говорю с польско-литовской потому что в общем-то южные земли после Львовинской унии отошли к короне украинские земли поэтому хотя по традиции еще очень долго граница называлась литовской соседней земли литовскими но тем не менее конечно литовскими были только северные к Литве отошли северные земли южные отошли к короне здесь был очень интересный момент с точки зрения и языка поскольку поскольку в этих баталиях дошли до откровенной руганья согласно практике делопроизводства государственном в России употребление ругательных выражений было категорически запрещено даже если писал даже если писались какие-то вещи для объяснения за что был наказан тот или иной человек если воевода по неопытности позволял себе написать в грамоте что он бросил в тюрьму какую-нибудь Ивашку Михайлова за то что он ругался вот так-то и так-то то воевода самого могли посадить в тюрьму или снять своего отства это был единственный случай в русской деплорист делопроизводственной практике когда в общем-то говоря фактически из Москвы не только разрешали но даже указывали кого и как отвечать и как ругать в случае такой вот пограничной переписки переписка дипломатическая на высшем уровне практически отсутствовала ну а здесь мы видим наглядную иллюстрацию вопроса титулатуры когда использование термина титула царского и великокняжеского Владиславом Королевичем в общем-то говоря абсолютно представляет собой абсолютную чехарду и связано было видимо с личностью писца который который писал который писал данную бумагу что же касается до снятия этого титула то это конечно уже 34-й год Аполлиновский вечный мир который поставил юридическую точку в этом противостоянии и фактически стал юридическим оформлением окончания смутной войны смутного времени и смутного времени в России спасибо за внимание я отвечу на ваши вопросы с удовольствием большое спасибо я так понимаю регламент все уже запомнили прошу к барьеру начнем следующий розыгрыш так Семен уважаемые друзья ну что у вас не будет вопросов я никогда в жизни в это не поверю есть 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 идут люди пожалуйста задавайте свой вопрос большое спасибо павел вот хотел бы вас спросить а какая была численность населения речи посполитой вот на 1618 год и по сравнению с этим что осталось от россии вот спасибо я спасибо большое павел за ваш вопрос вопрос очень правомерный но к сожалению не смогу я дать на него ответ поскольку историография это неизвестно в отношении россии я могу сказать что результатом смуты стало первое валовое письмо даже первое валовое письмо не отразило полностью всего населения страны хотя оно дало уникальные материалы к сожалению не все материалы валового письма от 1620 годов сохранились по россии в речи посполитой же с ее отсутствием того что мы сегодня называем вертикалью власти подобных документов не было и быть не могло даже само служилое сословие речи посполитой если например по уездам мы по фамилиям и даже по людям можем посчитать очень часто сколько было служилых людей разных категорий учтенных соответствующими ведомствами ну если в отношении служилых по отечеству то это будет разрядный приказ да с привлечением данных по местному приказу то таких документов например в отношении речи посполитой и не существовало поэтому не так давно буквально в октябре месяце в Волгограде у нас возник вопрос при общении с польским коллегой и Херном Вячеславовичем Грали о численности служилого сословия речи посполитой потому что данные которые звучали они были очень расплывчатые и на мой взгляд несколько завышенные но сослаться на какой-то авторитетный источник кроме некоторых представлений умозрительных мой оппонент к сожалению не мог при том что он безусловно является профессионалом и знатоком истории этого периода своей страны здравствуйте я Борис вот вы сказали что сын крымского хана устроил вторжение в речь посполитую в результате этого Россия смогла подписать со Швецией перемирие то есть это получается наш южный благодаря нашему южному врагу мы у нас так удачная история сложилась спасибо большое Борис за ваш вопрос он действительно очень удачен и очень своевременен я бы сказал что довольно точен единственное я бы не стал называть врагом поскольку соседние государства они то мирятся то воюют являются по очереди то союзниками то врагами и вот это был тот самый период в общем-то не такой частый период в взаимоотношениях между Москвой и крымским ханством когда мы выступали в роли союзников дело в том что помимо тех больших материально-финансовых средств которые Россия заплатила Крыму за этот поход был еще нельзя сбрасывать со счетов тот фактор что крымский хан и крымская элита не могла не понимать что существование крымского ханства с его набеговой политикой и набеговой экономикой возможно до тех пор пока в Восточной Европе не определится гегемон то есть кто будет строить Восточноевропейскую империю а кто станет материалом для этой империи и поэтому на протяжении длительного времени крымский хан помогал слабейшему в этот период слабейшим было московское государство и поэтому крымский хан помогал России что конечно же не исключало того что отдельные крымские отряды и мурзы совершали набеги и разграбляли южные пределы России поскольку в смутное время вся система защиты и обороны Юга России рухнула и возрождение ее только началось в 20-е годы после окончания смутного времени после подписания Диулинского перемирия спасибо на вопрос у вас очень хороший спасибо отличный вопрос аплодисменты здравствуйте меня зовут Ярослав вы говорили что Сигизмунд Третья ВАЗа относился к России как к полуколонии а его сын Владислав он как не относился мог бы он создать триединое государство здесь да это очень интересный вопрос и отвечая как-то на вопросы корреспондента польского научно-исторического научно-популярного журнала как раз о возможности зашедшего на престол королевича Владислава я ответил что если бы королевич Владислав зашел на московский престол на тех условиях на которых были подписаны подписан договор с Гетманом Жалкевским под Москвой московскими боярами и представителями всей земли то в общем-то говоря возможно это был бы не самый плохой вариант для России вопрос лишь в том что было ли это возможно дело в том что представлял из себя Владислав в это время это 12-летний мальчик который не имеет ни своих войск ни своих денег ни политического веса да это был яркий талантливый политический деятель но все что он мог к нему пойдет немножко позже и если он был юношей который фактически не имел возможности как-то серьезно влиять на ситуацию в 1618 году за 8 лет до того это был практически ребенок мы можем смотреть поскольку рассматривалась кандидатура и шведского принца например князь Пожарский был период когда он был сторонником шведского кандидата там рассматривалась и кандидатура Карла Филиппа и Густава Адольфа но в общем-то говоря история закончилась тем что новгородское дворянство которое активно поддержало шведскую кандидатуру после переговоров напрямую об этом со шведами при том что администрация шведская сидела в Новгороде и владела новгородской землей очень собственно поняла что никакого равноправия в этих договорах в этом договоре и в этом варианте не рассматривается и собственно это было главным на мой взгляд главным знаменателем объединения русских людей осознание того что их не рассматривают равными партнерами ни шведы ни поляки именно поэтому в ополчениях было подписано соглашение не желать и не поддерживать никакого иностранного принца если я ответил ваш вопрос здравствуйте меня зовут Максим Александр Витальевич вопрос такой на литовском противне который был на первом слайде было прописано 14,5 лет перемирия вопрос такой что для тех времен это значило и что могло грозить государству которое нарушало перемирие и мирные договоры вообще значит в данном случае обе стороны закладывали мины под этот договор изначально беря на себя те обязательства которые они не могли выполнить или они были неприемлемы для них в частности это и обмен пленных который должен был состояться в феврале состоялся в начале июня 1619 года а это был важнейший вопрос то почему московская страна пошла на такие территориальные потери во многом связан с тем с той ситуацией что отец государя находился в плену отец царя у нас в истории такой ситуации больше никогда не было учитывая что в общем-то говоря среди членов боярской думы было немало тех кто не только пристегал но и фактически являлся заложниками и членами марионеточного правительства так называемой Семьбоярщины то мы можем вспомнить что несколько городов сдались королевичу Владиславу открыли ворота ситуация в Москве была непростой поэтому в общем-то говоря прошу прощения напомните мне суть вашего вопроса что вообще с дипломатической точки зрения грозило государству нарушающим перемирие либо договор этого времени дело в том что в 32-м году еще не исполнился срок окончания перемирия но тем не менее Москва начала военные действия оснований было более чем достаточно оснований было более достаточно с обеих сторон были претензии с московской стороны это и оскорбительное поведение связанное с титулатурой и с личностью государя непризнание соседней страной плюс так называемое подседание земель когда земли заезжали земли по которым не прошло размежевание зачастую пытались силой присоединить к реком княжеству литовскому местные магнаты которым они должны были отойти и это приводило порой к столкновениям к тому что обе стороны свозили людей сжигали деревни и к 34-м году накопилось более чем достаточно поводов для пресечения с грязи поскольку кроме осуждения международного практически ничего не грозило никакого международного гагского трибунала не существовало организация объединенных наций тоже но тем не менее важно имидж государства был очень важен он составлялся посольствами не случайно после зашистия на престол Михаила Федоровича одними из первых акций были посольства направлены во все страны с которыми Россия когда-либо поддерживала дипломатические отношения чтобы в них узнали московскую версию событий того что произошло в России и в Москве на переговорах в начале первоначально московские послы настаивали на 25-летнем сроке перемирия польско-литовские дипломаты настаивали на вечном мире либо перемирия на год на два максимум на три и когда две стороны шли навстречу друг другу в этом торге сошлись в конце концов на 14 с половиной годах смысл 25-15 лет это вопрос в том когда подрастет поколение молодых дворян и те боярских молодых воинов для того чтобы государство могло проводить активную внешнюю политику я ответил на ваш вопрос спасибо здравствуйте меня зовут елена меня интересует вопрос происхождение вот название речь посполитая насколько известно оно основано на всем известном слове республика но как потом так получилось что произошла вот такая модернизация в такое странное словосочетание нет здесь странного на самом деле спасибо за ваш вопрос потому что наверняка не только у вас он возник в том что в русском языке это фактически просто русская огласовка жечь посполита как это называется на польском языке да это пришло из латыни это латинизм который преобразовался в польском языке республика жечь посполита жечь посполита польска жечь посполита обоих народов при объединении польши и литвы в русском языке произошло просто транскривирование но опять же по традиции так видимо так же как республика изначально в латыни пишется в два слова так же жечь посполита в русской в польском языке это одно слово в русской огласовке стало двумя словами ответил спасибо добрый день меня зовут сергей насколько современная польская историография считает обоснованным что ли заключение вот Дюлинского перемирия нет ли у них осознания утерянных возможностей в связи с этим событием спасибо за ваш вопрос действительно любопытный вопрос мы знаем одна из последних монографий но она тоже уже не такая свежая Анжиа Дома Маевского похода королевича Владислава на Москву в издательство Белона вышедшее хотя там допечатка тиража была насколько мне известно но вообще тема смуты очень активно развивалась очень много написано в речи посполитой в целом о теме русской смуты великой смуты и тема утраченных возможностей утерянных возможностей она присутствует несомненно но в польских источниках того времени война московская называется несчастливая война московская вот эта представка несчастливая война московская она звучит дело в том что звучит очень во многих документах и источниках да конечно король был в ярости когда он узнал о подписании есть некоторые данные о том что Лев Сапига который был одним из главных авторов ну во первых это самая яркая личность из всех польско-литовских дипломатов которые подписывали и он пытался как раз человек и политик который не только был способен но и постоянно создавал различные многоходовые комбинации дело в том что есть некоторые упоминания что он постарался прервать дипломатическую пересылку с королем Сигизмундом так чтобы письма от него приходили с опозданием позиция самого Сигизмунда менялась то он настаивал и требовал как можно быстрее подписать потому что намечалась война то со Швецией то с Турцией ему нужно было освободить силы и финансы для этой войны под конец он изменил свою позицию и наоборот стал настаивать на разрыве с тем чтобы Сейм профинансировал продолжение войны понимая что в случае вторжения турецкого естественно что никто не пошлет войска на запад а войска эти будут повернуты на юг против наиболее опасного противника этим было вызвано его последнее требование идти на разрыв не подписывать договора но эти письма пришли с опозданием приложил ли к этому было ли это было ли это следствием интриги Льва Сапеги это остается вопросом это дипломатическая интрига с которой наверное до конца никогда не будет решена поскольку не все деятели этой интриги хотели чтобы о ней стало известно ну вот как-то так спасибо спасибо Александр Витальевич спасибо уважаемые друзья итак кто же получит наш пакетик со всякими чудесными штуками какой вопрос вам понравился больше всего вы знаете я бы отдал первенство Борис кажется юноша Борис нарекаю тебя Борисом Бритвой получи пожалуйста пакетик молодец потому что я конечно учитываю и то что молодой человек довольно юн но он настолько точно подхватил очень важный момент истории что просто мои аплодисменты большое спасибо аплодисменты вам Александр Витальевич спасибо вам за выступление всем всем всем